Всем привет, это Леда Юйсен Нью-Йорк. Продолжаем наше путешествие по Центральному парку с Мариной, которая пожила в Колорадо, пожила немножко во Флориде и вернусь в Нью-Йорк, из которого она же и уехала 17 лет назад, два года прожив в Нью-Йорке. И мы продолжаем теперь про климат. Я пытаюсь, чтобы ты сюда с этой стороны. Так, про климат. Мы стали говорить, мы зашли вот в этот вот симпатичный домик, симпатичный такой из камня домик. Это туалет. Вот климат. Ну, Флорида, понятно все. А вот, скажем, если сравнивать Денвер и Нью-Йорк, есть особенности? Есть, конечно. Какие? Ну, в Колорадо, Денвере резко континентально. Климат, есть такое. Значит, земной холодно очень, летом очень жарко. И основная особенность климата, это опять же низкое содержание косморода в воздухе и очень большая сухость. Там очень сухой воздух. Да, из-за чего возникают у многих наших людей кровотечения и так далее. Потому что истончается... Слизистая. Слизистая, да. Как объясняют медики. А кто-то хорошо переносит этот климат, особенно выходцы из Средней Азии, кстати. Где сухой тоже климат или выходцы из каких-то пустынных мест, там, Монголия, Африка и так далее. Ну вот, знаешь, я тебя чуть-чуть перебью. Вот здесь все время твердят. Ой, здесь такая влажность, здесь такая влажность. Неправда. Но вот белье же сохнет очень легко и просто. Совершенно верно, да. Простыни у нас тут не мокрые. Не мокрые, как в случае. Или когда вот мы были на турбазах в детстве, я помню, турбазы или вот Ставропольский край. Да, да. Все сырое, влажное. И у меня вызывало это жуткие такие спазмы по ночам, когда стройотряд я ездила. Вот. И помню, в Севастополе, ой, в Ставрополье и потом в Пятигорске вот это все. Ну, жутко было вообще. Все мокрое, все влажное. И спазмы, астматические какие-то припадки начинаются, которых и не было никогда в жизни. И приезжали, когда мы оттуда, назад, все как рукой снимала, уже в транспорте. Здесь такого нету. Нет. А может быть отдельный день какой-то летний, который может быть раз... Ну, я не припомню. Нет, я припоминаю, что бывает, что... Я не помню, было. Но это единичный случай. Нет, что я припоминаю, это когда бывает настолько жарко... А, так вот почему. Вот эти все молодые ребята, они все были вот там. Мы туда, как получается, идем. Придется нам туда все-таки идти, да? Как думаешь? Я не хотела подниматься. Можно сделать несколько фотографий на фоне этого фанта? Какой еще? Вот это все, видать, это какая-то туристическая большая группа. Там свадьба еще. Пойдем посмотрим? Ну, пойдем. Это, видать, привезли какую-то группу откуда-то. Одна молодежь. Какие-то либо школьники, либо... О, вот это интересно. Вот это интересно. Так я не пойму, кто есть кто? Да, но это я не думаю, что это жених. А, наверное, это... Невеста немножко пожилая для такого жениха. Невеста... Невеста в возрасте, но это, наверное, ее дети. Мальчик. Или дети, или сестры-брачи, скорее всего. Да. А где жених? А вот, может быть, тот, который с бородой сидит? Он моложе намного. Ну, в Америке может быть все. Сма даже, как интересно. Да, очень интересно. Интересно контраст... Непонятно, кто кто, кто есть кто. А может быть... Марин, может быть, жених вот этот вот седовласый? Ну, как бы, да. Наверное, они уже поменялись местами. Да, да. Наверное, вот этот седов... А там сидят дети. Вот это... Это не может сидеть жених. Он без пиджака. А это вот фотографы. Я не обсуждаю, не знаю. Честно. Ну, я думаю, что вот этот вот в очках жених. Мне так кажется. К сожалению, на нем не написано. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, видишь, они в любом возрасте, они делают такое белое платье, кремового цвета у нее, красивое платье. Так, будь здорова, будь здорова. Будь здорова. Хе-хе-хе. А у него должен быть в петличке такой же цветок, как у нее букет. Ну, так нет уже. Куда делся жених? Почему невеста есть, нет у жениха? Я думаю, что вот этот, Марин. Ну, мне как-то так странно. Очень странно. Так, смотри, наверное, мы правы. Мне кажется, это родители невесты. А может, это жених? Наверное. Но он без бабочки, без галстука и без цветочка. Ну, может, и так будет. Так, ну что, нет у нас выхода. Ты реально хочешь, что доехали? Да, мы уже дошли, Марин. Тут буквально несколько ступенек и все. Сад Шекспира, но это вот там внизу. А этот, он имеет свое название. Интересно вообще историю почитать этого места, потому что смотри, какие камни. Это же настоящий камень, я думаю. Вот на самый верх мы не пойдем. Да, мы просто довольно на фоне этого сфотографии. На фоне камни. А, он называется, знаешь как? Бел... 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 Белведер. 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 Что-то типа этого. Белведер. Да, да. Это шикарный здесь, шикарный вид. Ой, а когда тут осенью... Когда тут осенью, Марин... Сейчас фотографируемся. Когда тут осенью... Это просто... Просто красота. Ты знаешь... Тут просто разными-разными красками. То есть мы были вот там. Мы были вот там. Вот на этом мостике. Пришли мы вот оттуда. Да. И вот еще какая-то есть такая штучка. Типа стадиона. И вот прям... Вот это прям, я не знаю, настоящие камни что ли. Вот потому что я читала, что вот эти камни все, которые в центральном парке, они якобы искусственного происхождения. Но я не знаю, как это можно так искусственно сделать. Я не происхождение, я думаю, а привезенное. Ну а как? Вот ты такую глыбу привезешь и на ней еще вот так все сделаешь. Может быть, ее как-то клеили, но мы не видим шов. В общем, короче, вот человек, который... Вот видишь, эта утка, она поплыла наконец-то. Да, я каждый раз вижу вот на этом камне. Каждый раз. В общем, красота неописуемая. Как тебе центральный парк по сравнению с декабрем, когда ты видела тогда? Лучше, но, опять же, ничего удивительного после колорода. В принципе, все парки, наверное, в Америке одинаковые, если за ними ухаживают. Нет, он центральный, мне кажется, суперский. Просто центральный для меня ценен людьми. Здесь люди совершенно с другими лицами, чем в Колорадо. Вот, приличные, приличные. Да. С другими лицами, чем в колорадских парках или вообще в Колорадо? Да, чем в Колорадо. В Колорадо очень много так называемых redneck, красной шеи. Это люди с очень ограниченными, очень консервативными, у них застывшие лица, у них плохое образование в глазах и так далее. Это есть. Здесь, конечно, люди более разные. И это заметно. Плюс люди со всего сверху, не местные. Это тоже накладывает отпечаток. Сама атмосфера, аура, которую, конечно, нельзя почувствовать, может быть, на видео. Угу. Так, ну что? Вот, смотри, он сделан в 1869 году. Угу. Как метеорологическая обсерватория, чтобы наблюдать тут за чем-то. Они наблюдали за ветрами, наверное, за погодой. Наверное, это считалось очень высокое здание. Потому что надо так красиво построить. Правда? 1869 год. Вот такие красивые камни, а? Вот так все. Так, это вот дядечка играет в Китае. На каком-то китайском балалайке. Какая-то китайская валынка, скажем так. Ну мы туда не пойдем. Там, в общем-то, просто винтовая лестница. Ты знаешь, как бы мы не сфотографировались, оно будет напротив солнца. Поэтому я пока не буду прерывать видео. Потому что это будет как бы на солнце у нас свет. Свет от солнца упадет на камеру. Не получится. Так. Я не хочу видео останавливать, Марин. Смотри, птицы. Вот там. Вот они прямо... Ой, вот они там, видишь, у них типа... Точно, у них там гвезда, наверное. Несмотря на эти вот шипы... Точно, точно, они что-то носят туда. Вот видишь, носят, да. Там птицы, да. Ну-у-у, ну вообще. И слышно какой-то гомон, гомон. Очень символично. Несмотря на шипы, которые мы поставили, они здесь. Да, 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 да. А зачем эти шипы? Нам специально от птиц. От птиц, да. Ничего не помогло. Ничего не помогло. Им очень много. Там просто гнездо на гнезде. Только смотри. Правда, эти шипы совершенно... Их не отпугнули. Они все равно сделали там себе внутри гнезда. Интересно. С двух сторон сделали эти шипы, наверное, специально от них. А им это не чтительно. Не стало никакой преградой. Вот они там уже птенцов. Птенцов уже кормят. В общем, конечно, они думали о туристах, чтобы на туристов не капало ничего. Но... Так. Идем дальше. Получается, здесь платформа, вторая платформа, третья платформа, три платформа. Такие беседочки. Значит, понятно, что влажность нам не мешает здесь жить. А вот сухость там получается, что и как бы мешает. Ну, лично мне и моей семье, да. Вызывая истонченность мелких кровеносных сосудов. А эта влажность нам тут как-то незаметна. Хотя мы рядом с океаном. Да, интересно. Интересно. Так, что еще можно сказать в сравнении этих двух городов? Они, конечно, несравнимые, правда же? Да. Сколько населения Денвера, наверное? Около двух миллионов, по-моему. То есть большой все-таки город. Да. Хорошо. А если вот не Денвер, если какие-то еще, ты посещала там в Колорадо какие-то другие? В Колорадо, в принципе, я посещала. То есть так далеко не уезжали? Есть такой город. Тринидад? Да. Как страна? Ну, это не страна, это город. Я понимаю, но в честь страны. Так там выходцы оттуда есть, наверное, или как? Что ты говоришь? Почему так назвали город? В честь страны? Понятия не знаю, я не изучала историю. Это город. Не знаю. То есть так по Колорадо ты там не поездила? Ну, почему? Поездила, везде была Аспена, знаменитый этот город миллионеров, где живут люди, которые занимаются горноложными. В общем, ну, тоже такое все пустынное, все красиво и пустынно, да? Да, пустые улицы, огромные шикарные дома, все на машинах. То есть если люди не очень озабочены тем, что любят одиночество, любят вот чтобы… Время провождения на заднем дворе своего дома, либо возле собственного бассейна только, и там телевизоры рядом, все почему нет. Это хорошо там жить. Да. А когда человек, если он любит все-таки общение? Пойти по общению, куда-то пойти, в фестивали, театры, выставки, кинотеатры просто, я знаю, просто гуляния по… Среди людей. Среди людей такие наполненные рестораны, не пустые, а такие хорошо наполненные, в хорошем смысле, то, конечно, это не их жизнь. То есть все-таки мы существа социальные, мы не можем вот среди красоты, но в одиночестве. Мы с тобой, да. Давай вот сюда еще посмотрим, как интересно, это просто такой газончик какой-то. Я думала, что это пруд сначала, а это, оказывается, вот такой газон. Они просто его закрыли, что пока почему-то не разрешают людям. Наверное, выращивать работу. Да, потом они в конце откроют где-то в июле, может быть, даже в июне откроют, не знаю. Так, хорошо. Что-нибудь еще приходит на ум? В смысле? В сравнении этих двух городов. В сравнении этих… Лето там какое? Короткое, длинное, осень. Осень. Такое уже все, как… Осень здесь шикарная, я считаю. Сентябрь, октябрь… Да, ну осень там тоже очень красиво, эти огромные… Что там красиво, там растет колорадская ель, и она, конечно, очень украшает город. И сухой климат, и вот этот запах ели прямо плывет по городу. Очень даже приятно, но тем не менее, это как-то не помогало нам справиться с этим сухим климатом. Да. Что еще в Колорадо надо знать, что это первый штат, в котором огромное количество людей заболевает рассеянным склерозом. Есть такое заболевание очень ужасное. Ужасное. Это не очень афишируется, может быть, но это правда. И… А как ты узнала об этом? Ну, в смысле, это афишируется, но я имею в виду, что это не трубится на весь свет и не трубится… Вообще, это ужасное заболевание. Есть же официальная американская статистика… Это когда люди остаются в здравом уме и светлой памяти, но физически они слабеют, 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 и все функции отмирают. То есть если бы еще хотя бы и мозг как бы тускнел, а так они остаются умственно-то полноценными, но все, тело не слушается абсолютно. И ты знаешь, вот интересно, что как бы получается, что про Денвер вот две разных совершенно противоположных точки зрения получается. Потому что одна из них, что там люди спортивные, здоровые и климат такой, что там люди вроде как здоровые такие, а другая вот совершенно противоположная. Ну, надо еще о здоровье сказать, что про Колорадо, что это первый штат Америки, где официально разрешили марихуану, продажу и курение. Это ужасно. То есть весь город буквально за полгода покрылся так называемыми зелеными домиками. Это магазины, где продаются даже торты с марихуаной, мороженое с марихуаной. И наркоманы всей Америки ринулись в Колорадо. Это повысило сразу цены в несколько раз на все, включая продукты. Плюс повысило, в штат, конечно, потекли большие деньги. Вот, там очень хорошее состояние дорог, парки, еще раз говорю, инфраструктура. Вот, но повысило и опасность проживания, потому что огромное количество наркоманов со всей Америки. Ну, понятно, где марихуана, там, в принципе, людей идут дальше. Один шаг, они не могут остановиться на марихуане, не могут. Да. Можно туда вернуться? Вот, особенно людям с детьми, которые, то есть, их дети имеют право свободно покупать наркотики. Ужасно, ужасно. Кто же это такое придумал? Это придумали наши капиталисты американские, потому что это прекрасные наркотики, один из самых высокооплачиваемых доходов. И, естественно... А как же закон? Ну, вот закон такой приняли. Обошли? Обошли. Не обошли, а не законно приняли это. Вот смотри, вот эти камни, неужели они были привнесены сюда? Я не понимаю. Не знаю. Мне кажется, они везде, они везде, вот эти огромные скалы. Огромные скалы, они по всему этому центральному парку. Ну, говорят же, что Манхэттен вот на таких камнях, все-таки мне кажется, что природные. Там вот какой-то, по-моему, тоже есть водоем. Так, хорошо. Да, это ужасно, это ужасно, конечно. Это такое, это бич просто, бич, бич, бич. И плюс, не надо забывать, что наркоманы за рулем, там же все на машинах. То есть резко повысилось количество смертей, транспортов, пешеходов и так далее. Резко. Вообще, это удивительно. Несколько раз. У моей знакомой, вот сын, 18 лет, вот попался вот в эту зависимость от марихуаны, хотя многие считают, ой, ничего страшного. Малина, смотри, малина. Угу. И те, которые говорят, что это просто так, такое же, как все остальное курение, ну, извините. Ну, это те, кто говорят, это лоббируют. Да, потому что обычные люди, даже которые курят, да, они портят свои легкие, они портят много что. Но они же функциональные, а люди от марихуаны, они совершенно невменяемые. Хотелось бы на ту сторону пройти, вот туда, туда мне, потому что там красивая там была. Давай как-то. И еще вот этот запах марихуаны, он везде, частенько, частенько можно это почувствовать. Так. Значит, это, конечно, плохое дело. Ну, в общем, через год проживания здесь у тебя, ну, сохранилось такое свежее восприятие Нью-Йорка. Да. Радость от того, что ты здесь. Совершенно верно. Несмотря на тяжелый труд, который у тебя в офисе, особенно был поначалу там, да, все так было сложно, пока не пришла вот эта Тамара на помощь, было все очень тяжело. Ну, сейчас немножко выравнивается, да? Да. Жизнь выравнивается. И ты себя на сегодняшний момент видишь только в этом городе. Да. Да. Ну, хорошо. Так, сейчас мы сделаем вот там еще вид на другой водоем, который, возможно, природный уже. Ой, красота какая. Вот тебе и центральный парк. Ночью потеряешься тут. Нет, лучше ночью здесь не бродить. Смотри, какой красивый пень. И ты знаешь, вот я просто удивляюсь. Они могли бы брать за вход, за вход в этот парк хотя бы 10 центов или хотя бы 1 доллар. И так как за, не знаю там за какой период времени здесь проходят миллионы людей, этот парк бы окупался бы вообще. Но они не берут деньги, ни копейки. Вход свободный в парк. Как и на пляж в Нью-Йорке. И в туалет. И туалеты все бесплатные. И, ну, всегда в 99 случаях есть бумага. Хотя вот сравнить туалеты, наверное, Колорадо и туалеты Нью-Йорка, это две большие разницы. Нет? Да? Ну, по-разному. В каком плане? Да? Ну, да. Почище. Там публичные места. Там почище, да? Почище, да. Ну, там людей меньше. Людей меньше. А на улицах там чисто? Очень чисто. Ну, я имею в виду белых личных районов. Ну, в Чикаго миллионы туристов и тоже очень, очень чисто. И получается, что за Нью-Йорк как-то обидно. Да, вот Нью-Йорк, да, он грязный. Он грязный в каком плане? Не пыль и грязь на обуви, а вот именно вот этот вот бытовой мусор, который бросают стаканчики. Пакетики. Пакетики. Ну, и прочая такая вот заплеванность. Ой, какая красивая. Посмотри, а вот там... Да, да, мы сейчас туда пройдем. Здесь можно взять на прокат лодку, но грести я не хочу. И он там посидеть на камне. Да. Видишь, как-то мы никак не вырулим вот туда нам. Вырулим, и я думаю, что тут в ту сторону. Осторожно не вырулим. Да, да, да. Чем Колорадо мне еще понравился, но не все же так. Эта страна озер. Изумительных озер. Очень красивых озер. Все это ухожено. Там национальные парки на берегах этих озер. В смысле бесплатные. Угу. Вот. Все это с туалетами, даже с душами ездится. Очень надо. И с лавочками, с кроликами. Семь-семь-семь. А вот морозы там бывают? У нас же здесь... Осень сильные бывают, да. Потому что в Нью-Йорке, я скажу два слова, что все-таки у нас около ноля всегда зима. У нас снег выпадает максимум на пару раз максимум. На два дня и тает. У нас гораздо больше. Снега больше. Ураны, да. И что самое ужасное в Колорадо, это торнадо. Которое проходит частенько по всему городу. Не только по какой-то прерии, по дорогам. И в течение недели все дома оборудованы убежищами. На случай торнадо, да? Да. И в течение недели в среднем два раза воет сирена. В течение недели два раза? В среднем. Может и не. Ну, я и говорю в среднем. И ты должен спуститься в это убежище. И вы спускались? Конечно. Потому что никогда не знаешь, как пройдет торнадо. Еще раз говорю, я никогда не попадала. За 15 лет. Была угроза, да. Но моя точка попадала вот. И это было ужасно. Интересно. Но про это не говорят. Говорят, что торнадо там, более южные штаты. Нет. Ну, два раза в неделю. Два раза в неделю. В среднем. В среднем. Могла быть неделя, когда не было. Но угроза торнадо. То есть, мы уже знали эту сирену. Вот как в войну. Перевела сирена. И мы, я работала в офисе тоже. Спускались в бейсмент, так называемое подвальное помещение. И сколько вы там сидели? Пока не заводят опять. Ну, например, в среднем сколько это? Могли два часа просидеть. Ну, то есть, это как бы фан. А в среднем, да. Что ты отвлекаешься от работы, отдыхаешь. Либо прошла уже, прошла эта угроза, и торнадо повернула куда-то, и сразу оповещают насилие. Ну, вот для людей это тоже разнообразие, чтобы не сидеть на рабочем месте. Ну, я бы отказалась от такого разнообразия. Не очень. Потому что, зная, что творит торнадо, лучше не иметь вообще-то в своей жизни, честно говоря, этого разнообразия. Да, вот это интересно. Вот это интересно. Про торнадо я не знала, что там есть. Обычно это вот эти же штаты, южнее, которые идут. И Флорида. Плюс, говорят, ну, многие показывают торнадо, который идет там где-то дорога или прерия, степь точно по нашему. Но несколько раз торнадо уже на моем проходило по улицам города, прямо в центре города, разрушало. Она, конечно, теряет свою большую силу, когда в город заходит. Ударяется от здания, да? Да. Несколько домов может быть разрушено. Ага. Посмотри, какой мостик. Как-то вот, посмотри, когда смотришь на этот мостик, вот какое-то ощущение России и осени. Вот нет у тебя такого вот, вот какая-то ассоциация пошла сейчас. Средние полосы, да. Средняя полоса, Россия. Вот это, может быть, типа какие-то березки, такие не березки. Да, да, да. Вот что-то такое, вот как будто мы в России, да, вот с этим мостиком. Есть такое что-то вот. И как будто такая золотая осень. Вот ощущение золотой осени. Ну, не золотая осень. Ну, смотрю, березки примерно. Ну, нет, вот у меня какая-то ассоциация именно такая, или лето, но не здесь. Давай вот сюда сначала зайдем, потом на этот мостик. Мы не слишком много говорим? Не, ничего. Ну, что просто парк показывать не говоря, это тоже неинтересно. Так, вот. Вот люди. Это, кстати, дополнительная статья расходов. Во-первых, если разрушен дом, так это катастрофа. Ну, разрушение – это страховка. Но за эту страховку ты платишь больше ежемесячно, страховка на собственность, потому что… Да? Дайте в стороночку. Да. Еще? Ага. Чемберс Лендинг. Угу. 2015 год. Страховка, да, да, страховка же на жилье. Угу. На собственность. Да. И на что я знаю? Да. На жизнь тоже? Многие страхуются на жизнь. Многие страхуются на жизнь, да. Многие. Вот там уже не поскребы. Это мы сейчас вышли с тобой от восточного. Вот эти дома – это западная часть, западный прямоугольник, западная сторона прямоугольника Центрального парка. А вот та вот сторона – это южная. То есть мы от восточной пересекли на западную. И здесь, кстати, прохладно. Да. Да. Прохладнее. И тоже какая-то консерванси, какой-то павильон. в общем, что-то такое. Миксер. Ой, сори. Это называется Ог Бридж. Это получается дубовый, что ли. Ог. Это дуб, по-моему, или какое-то дерево. Вот получается, что каких-то мост каких-то деревьев. Даня не будет отвечать пока. Да? И правильно. Дай отдохнуть себе от всех телефонов. Вот. Народ купается. Так. Идем. Надо будет на фоне какого-то цветника. Вот я сейчас могу сравнить парки, допустим, с Колорадо. Угу. В колорадских парках больше цветников. Угу. Здесь больше вот… Ну, это как бы природный парк. Он такой. Видишь? Кусты. Вот это все. Он такой. Они принесут вот эти такие искусственные цветники, которые, ну, безумно красивые. Да. И стоят безумных денег. Такая собачка хорошая. Вот. И… Да. Ну. И то, и то очень красиво. А марафон чему посвящен? Это не марафон. Это просто… А вы что не делают? А это просто… Не-не-не. Это просто люди бегают. Марафон был… Много людей, что я подумала… Не-не-не. Когда марафон, они бегут с этими специальными табличками. Это вот они сейчас… Это просто вот на тему толстых и ленивых американцев, которые с утра пораньше, в воскресенье, все тут, все тут. Вот, пожалуйста. Никакие они не толстые, никакие они не ленивые. Очень даже симпатичные. И подтянутые. А когда марафон, это тысячи, тысячи людей здесь. Поверь мне. Я же тут часто бываю. Тысячи. Они бегут, перекрывают дорогу, чтобы тебе на ту сторону перейти. Ты не перейдешь. И на велосипедах бывают, у них тоже забеги. А тут сейчас все вперемешку. Смотри, собака легла. Ой, конечно. Есть жарко. Есть жарко. Есть жарко, жарко. Бедная такая. Ой, грустная. Она не грустная. Она очень ухоженная. Да? А китайцы есть в Денвере? Есть. Очень большая. Ну, как везде, есть Чайна Таун, китайский город. Он, конечно, не такой огромный, как здесь. Но он, в принципе, типичный. В каждом даже самом маленьком городе есть несколько кварталов. Поляки. Поляки есть? Есть. В польской комитете. Очень маленькая русская комитета. Смотри, русские не хотят туда ехать, да? Ну, как не хотят? Ну, как-то не очень. Ну, намного. В десятки, может, сотни раз меньше людей, чем в Нью-Йорке. Вот. Или в крупных городах. Ну, вот это удивительно. Да. Другие, как Сан-Франциско, Чикаго, что-то еще. Давай, сейчас я остановлюсь, а потом я включу вот туда. Мы пойдем уже к берегу. Надо несколько фотографий сделать. Поехали!